Том Клэнсис Холкс, Ласт Ремнант, Фьюэлл, Годов Вор 3, а также подарок подружке на 8 марта лучше делать самому. Уроки соблазна от виртуальных героинь. Учитесь пригодиться. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Печально, но факт. Старые игры, в которые рубились 20 или даже 15 лет назад, начинают забывать. Чтобы мы вечно помнили о Контри, Супер Марио или Танчиках, Евросоюз выделил целых 5 миллионов долларов для создания специального фонда, в котором все бородатые хиты прошлого века будут храниться и предоставляться для пользования ценителем старых игр. Надеемся, что проекты, о которых пойдет речь в новостях, устареют и так скоро, и вы успеете в них поиграть. Ни в коем случае не стоит беспокоить японскую школьницу, если она в душе. Ну, то есть, комод, конечно, можно, но вот зомбиком вламываться в ванну к неодетой японске запрещается. Иначе красотка, наспех прикрыв наготура с нацветным купальничком, схватит свой острый самурайский меч, и вот тут-то зомби пожалеют, что не умерли. Именно такая история произошла в японском слэшере Ани Чанбара «Бикини зомби слэ». Играть мы будем за школьницу-красавицу, а без церемонных зомби можно будет не только рубить, кромсать, бить, давить на мотоцикле, расстреливать, но и сжигать. А Ани полезные будут рассыпаться в извинениях и прям-таки сгорать от стыда. И поделомом вуайеристам. И вот моторы виждят тормоза, хлопают выхлопные трубы. Это на трассу выкатился гоночный симулятор «Рейс Про». Валиды всех мастей и типов, от малолитражек до европейской формулы 3000 и формулы BMW, называемые в европейских странах не иначе как BMW. Давно я хотел погонять в каком-нибудь подобном турнире, а тут как раз игра подвернулась. И главное, разработчики трубят во все концы про ультрареалистичное поведение автомобилей на трассе, мегачестную физику и гипер-пупер-опупенную графику. Вот только запустив игру, много из этого нам обнаружить не удалось. Мы так помотались немножко по кругу с компьютерными противниками, никого, конечно, не догнали, потому что сложно, зато согрелись. Вот вам и «Рейс Про». Про что — непонятно. Ну что мы сделали этому Тому Клэнси, что вот уже много лет он поет одну и ту же звунывную песню про плохих русских и всех хороших остальных. В новом авиасимуляторе «Том Клэнси» с «Хоукс» русофобу, видимо, что-то сжахнуло по темечку. И он изменил принципом. Итак, 2012 год. Власть в мире отошла к частным военным компаниям. За порядком следят асы-наемники из кабин боевых самолетов, парящих в небесах. Им сверху все видно. Но как это бывает обычно? У Тома Клэнси что-то пошло не так, и защитники закона вдруг ни с того ни с сего напали на США. Наверняка за этим стоит русский заговор. Не спроста все это. Играть мы будем за пилота ВВС США. Простого американского паренька Дэвида Криншоу, пилотирующего самолет по кличке «Призрак». В общем, сколько Тома Клэнси не корми, а он все равно на Россию волком смотрит. Для того, чтобы понять, почему Том Клэнси так не любит русских, мы провели небольшое расследование и нашли кое-какие любопытные факты в его биографии. Интеллект, зачитай личное дело этого русофоба. Томас Лео Клэнси-младший родился 12 апреля 1947 года в Балтиморе. Он учился в католической школе, а потом стал изучать английскую литературу в колледже. В 61-м году его 14 дней рождения был отодвинут на второй план. В космос полетел первый человек – русский летчик Юрий Гагарин. С тех пор обида за испорченный праздник, видимо, засела в маленьком Томе на всю жизнь. Чтобы поквитаться, он стал писать книжки, в которых он стал обличать продажных и милитаризованных, как ему казалось, советских чиновников. Первая книжка Клэнси «Охота за красным октябрем» стала настолько популярной, что в 90-м году ее экранизировали. Главную роль агента Джека Райана исполнил Алик Болдуэн, а беглого капитана советской атомной подлодки с блеском сыграл Шон Коннери. В том же году по фильму сделали одноименную игру, тоже снискавшую заслуженную популярность. А книга «Прямая и явная угроза» продалась тиражом свыше полутора миллиона копий и сделала его самым продаваемым молодым писателем Америки. Волнение «Красного шторма», «Кремлевский кардинал», «Медведь и дракон», «Красный кролик» – во всех книгах герои Клэнси боролись с «Красной угрозой». Том не стеснялся показываться на телевидении и комментировал разные политические события. На игровой ниве дела у знаменитого русофоба шли тоже хорошо. Серии «Рейнбоу Сикс», «Сплинтер Сел» и «Гострекон» покорили сердца многих геймеров. Главный обличитель «Красной угрозы» до сих пор в строю и по-прежнему искосы поглядывает на Россию. Не смотри на нас так, Томми. Ты лучше приезжай к нам в гости. Не обидим. Так вот, Томми, теперь мы все про тебя знаем. Впрочем, эту информацию мы подчеркнули из интернета. Но не все можно узнать из всемирной паутины. Например, скоро 8 марта, а вы не знаете, что подарить любимой девушке. Интернет, конечно, предложит вам тысячи вариантов. Но как выбрать верный? Нет ничего проще. Надо всего лишь навсего спросить у нее, чего она хочет. Ну или посмотреть сюжет, в котором наш корреспондент разбирался, что мечтает получить на 8 марта подруга Тру Геймера. Привет! Рассказывай, что выяснил. Тоже подарить своей девушке на 8 марта? Плюшового медведя? Банально. Духи? Я не разбираюсь в ароматах. Может, кофточку? Не факт, что ей понравится. Да и вообще, я же не пещерный дикарь какой-нибудь. Я в ногу со времени воду, а у человека 21 века и подарки должны быть соответствующие. Естественно, мы, современные люди, за вдохновением первым же делом лезем в интернет. Что же нам может предложить всемирная сеть? Ну, конечно же, возможность дарить виртуальные подарки. Из них на ум сразу же приходят всевозможные цифровые открытки. Поэтому не поленитесь и соорудите из простой фотографии своей любимой шедевр компьютерной графики. Благо, бесплатных онлайн-сервисов, позволяющих это сделать, сейчас навалом. Взять хотя бы тот же superfotko.ru Если же с креативом туго, можно просто-напросто подарить своей избраннице вип-статус в ее любимой социальной сети. И только не говорите, что она в них не сидит. Вип-статус вещь не очень дорогая, парой сотен рублей отделаетесь. Ну, а если ваша пассия совпадает с вами во вкусах и сутками не вылезает из ММО-РПГ, то нет для нее подарка лучше, чем какая-нибудь прокачанная шмотка для ее персонажа. Это уже подороже, зато радости будет через край. За таким скарбом отправляйтесь на тот же ebay.com. Ну, а коли дама сердца не дружна с миром по ту сторону экрана, вы спокойно сможете исправить этот досадный недостаток, заказав ей в сети тот же V-Fit. Он обойдется вам тысяч в пять рублей, зато так вы сразу убьете как минимум двух зайцев. Подарите девушке массу веселых минут перед экраном и заодно оплатите ей таким образом абонемент в фитнес-салон, до которого у нее уже который месяц ноги не доходят. А если вы хотите подойти к этому вопросу более творчески, то снимите для своей конфетки видео-поздравления и выложите на YouTube. Пусть все любуются и завидуют. Эй, детка, ты моя конфетка, моя от боль в сердце таблетка. Ну, а вообще, так и быть. Мы по секрету подскажем вам беспроигрышный вариант подарка, который геймер может преподнести своей девушке. Просто выключите компьютер, оторвите свой зад от кресла и бегом с ней в какое-нибудь романтическое место дарить ей самого себя и незабываемые мгновения, которые вы проведете вместе. Кино или ресторан не столь важно. Девушки ведь внимание любят. Подарите ей именно это. Далее в виртуалити. Last Ragnar, Fuel, God of War 3, а также Resistance для PSP, обзор демки. Уроки соблазна от виртуальных героинь. Учитесь, пригодится. Это в виртуалити. Мы вернулись. Странные слухи ходят по сети. Мол, на форуме главной надежды PC-геймеров компании Blizzard появилось сообщение о том, что продюсер World of Warcraft покинул свой пост, чтобы заняться новым проектом. Что это будет Diablo Online, World of Starcraft или, может быть, многопользовательская версия аркады Rock'n'Roll Racing, пока не сообщается. Остается ждать более подробной информации. А вот с играми, которые будут у нас в новостном блоке, все уже давно ясно. Ждать их выхода осталось совсем недолго. Радуйтесь, компьютерные поклонники японских RPG. Большие глаза, огромные мечи, гигантские боссы. В общем, все атрибуты консольных ролевых игр скоро появятся на персоналках. Гуру-ролевок японский издатель Skwe Enix выпускает и кинописи свой прошлогодний хит для Xbox 360 — Last Remnant. Кто не в курсе, поясняем. Это первое JRPG на движке Unreal 3.0 от японских производителей. Соответственно, намечается современная графика, пошаговые сражения, немыслимый дизайн персонажей и закрученный сюжет. История паренька по имени Раш, который ищет похищенную сестру Ирину. Их родители настолько заработались в секретной лаборатории, исследуя таинственных ремнантов, что совсем забыли про детишек. Вот и приходится Рашу в компании друзей вызволять сестрицу. Папаши и мамаши, но неужели ваша работа важнее детей? Ай-яй-яй. Ребятушки, хватит торчать дома. Айда на баскетбольную площадку. Весна пришла. Что там, хоккеисты до сих пор зажигают? Тогда в интернет многопользовательский виртуальный вариант стритбола Freestyle Street Basketball Online распахнул свои объятия для бета-теста. Вызови на матч какого-нибудь обитателя Бронкса или, чем черт не шутит, саму звезду NBA и покажи им, насколько суровы российские уличные баскетболисты. Управление проще некуда. Четыре клавиши. Музыка, забористый рэп. Графика, стилизованная под комиксы. К тому же виртуального спортсмена можно заделать под вашего любимого баскетболиста или отвязного хип-хопера или соседа по лестничной площадке Рябова Петьки. Ну а потом на площадку понтоваться. Главное, под ритмы хип-хопа блокшот не прохлопать. Give Me Fuel поёт знаменитая группа Металлика. Yes, yes, give me fuel, послушно повторяем мы, но обращаемся уже к особо-студии, разработчикам потрясающей гонки Fuel. Oh, yes, yes, give me fuel, baby, вторят нам гонщики-экстремалы, главные герои игры. Всё дело в том, что в альтернативной реальности полуразрушенная Америка стремительно приходит в состояние полной разрухи. Оставшиеся в живых упомянутые экстремалы ведут ожесточённые бои за право обладать последними запасами нефти на Земле. При этом, естественно, бои у них гоночные, на что они неразумно и расходуют драгоценное топливо. Неудивительно, если бензин окончится ещё до того, как они останутся один на один. Стремительные заезды, графика, звук и свет порадуют обладателей PC и консолей от Sony и Microsoft. Водители, берегите нефть. Вашу май. Ну, если в альтернативной вселенной игры Фьюэл борьба идёт за чёрное золото, то в новом шутере Resistance для PlayStation Portable нам придётся воевать за право человечества на существование. Интеллект, PSP. Спасибо. Запускаем игру. Теперь наша основная задача — выгнать пришельцев-химер с насиженных мест. История в игре такова. Ужасная химера, ну это пришельцы из космоса, захватили Европу. Они перерабатывают людей, превращая их в своих солдат. Здесь называется конверсия. Мы играем за британского морского пехотинца Джейса Грейсона. Его брат подвергся этой самой конверсии, и это очень плохо сказалось на отношении Джейса к химере. Грейсон, как опытный пиарщик, планировал акцию возмездия и позвал с собой приятелей — блондинку и худосочного небритого заморыша. Проникнуть в логово химеры получилось, а вот дальше что-то не особенно. Блондинку захватили химеровцы и собираются переработать на органы. Ну а заморыш предсказуемо обделался от страха и предлагает линять, виляя задом. Что ж, вперёд, Рейсон! Для начала давайте познакомимся с основными видами наших противников. Итак, вот химеры летающие обыкновенные. Химеры бегающие трёхглазые, химеры гигантские тупорылые, химеры ползающие потолочные. Что ж, придётся их всех убить. Начнём с этой парочки. Теперь выносим стрелков, потом парочку амбалов. Кстати, для этих целей у Джейсона припасён гранатомёт. На закуску используем снайперку. Расстреливаем тварей, ползущих по стенам, и переходим к десерту. А что там у нас на сладенькое? Огромный двуногий робобосс? Ха, зовите! Ого, ничего себе! Мощный гнида! Ну-ка, пара залпов. Неплохо. Теперь из гранатомётика. Пара контрольных. И ещё раз! Хе-хе, всё! Гад завален! Подведём итоги. Графика для портативной консоли отличная. Но это максимальные возможности для этой четырёхлетней платформы. Звуки и музыка — отличные. Сюжет — ну, да, неплохой сюжет. Самый слабый элемент игры — управление. Всё-таки шутеры абсолютно не предназначены для портативных платформ. Но, безусловно, резистанс ретрибьюшн заслуживает вашего внимания и отлично подойдёт, чтобы пострелять химер по пути на работу. Далее — виртуалити. Первые подробности о God of War 3. Уроки соблазна от виртуальных героинь. Учитесь — пригодится. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Этот год обещает быть очень насыщенным для обладателей консоли от Sony. Например, на PS3 выйдет третья часть брутальной исторической саги God of War. Интеллект, а что мы знаем о предыдущих играх серии? Первый God of War появился в 2005-м и стал бесспорным хитом, получив более 50 наград. Вторая игра вышла в 2007-м и уделала предшественницу по уровню графики, брутальности и дизайну гигантских боссов. А в общей сложности игры серии God of War продались тиражом более 5,5 миллионов копий. Хотите знать, какой будет третья часть этой легендарной серии? Смотрите сюжет. Кратос возвращается, чтобы мстить. Бойтесь. Ну, то есть нет, вы это не тряситесь от страха. Это богам Олимпа пора паковать чемоданы и мотать на юган. В конце концов, только хаос. Летом прошлого года было анонсировано продолжение кровавого слэшера God of War. Но только сейчас появляются первые подробности. Ну, как вы помните, бывший спартанец Кратос в порыве безумия, насланного богом войны Алисом, убил свою семью. Потом на протяжении двух частей он только и занимался тем, что мстил за это. Третья часть поставит кровавую точку в этой истории. Скажу по секрету, даже могучий Зевс не сможет помешать ему. Вы помните титанов из второй части, которых Кратос повел против богов Олимпа? Они станут главной фишкой продолжения. Технологии третьей PlayStation позволили нам подчеркнуть всю их мощь. Вы можете просто удалить камеру и увидеть, насколько они огромны. А представляете, как будет смотреться битва с ордами врагов прямо на плечах гигантского создания? Мне бы не хотелось раскрывать сюжет, поэтому скажу, что Кратосу придется положить не одну тысячу врагов, оставив после себя лишь пламя войны, дым, пепел и взрывы. Будут также отсылки к предыдущим частям с помощью флэшбэка, ведь это завершение нашей эпической истории. У Кратоса появятся и новое оружие, и комбо-удары. Вы, например, можете сражаться с одним парнем, потом переключиться на другого, использовать разные атаки, затем схватить какой-нибудь засранца, поджечь его и бросить в толпу гадов. Но Гад оф Вар ведь любит не только за рубилово, но и за секс. В каждой части были мини-секс-игры. Фанаты снова в ожидании. Если мы их сделаем, то кто-нибудь скажет, ага, они опять сделали эти долбанные игры. А кто-нибудь и наоборот скажет, какого черта вы вообще убрали секс? Короче, мы в раздумьях, пока ничего не ясно. Ребята, вас ждет столько всяких крутых штучек, я вам обещаю, вы будете в шоке. Это будет самая лучшая часть из всех. Это факт. Брутальный дядька, который громит все подряд, это, конечно, прекрасно, но давайте не будем забывать, что на носу женский праздник. А женское счастье, оно как поется в песне, был бы милый рядом. Ну, а больше ничего не... Спасибо. И на что только они не готовы пойти, чтобы этого милого захомутать, удержать и стать, наконец, счастливой. Предлагаем вашему вниманию пять виртуальных способов привлечения мужского внимания. Девушки смотрят и учатся, мужчины принимают сведения и на подкорочку записывают. Чтобы ваш мужчина не променял вас на любимую работу, надо каждый день поступать именно так, как делала красавица Саманта из игры «Фаренгейт». Когда усталый муж приходил с работы... Эй, есть кто дома? Она готовила вкусный ужин, ставила на стол дорогое вино, включала романтическую музыку и танцевала со своим избранником. Сначала они мелодично кружились, потом Сэм укладывала женишка на диван, а сама исполняла такой эротический танец, что у бедняги отвисала челюсть. Этот способ привлечь внимание мужчины самый надежный, простой и эффективный, однако самый банальный, поэтому только пятое место. Журналистка Елена из игры «Анчартид» действовала очень хитро. Сначала она наплела простому пареньку Найтану Дрейку сказку о сокровищах и показала таинственную карту. Подзадоривая молодца, Елена упросила его помочь в поисках загадочного города Эль-Дорадо. Но когда в дело вступили пираты и прочие головорезы, Найтан решил слинять. Когда девушка беззасудно пустилась на поиски сокровищ в одиночку, а Дрейку ничего не оставалось, как отправиться на ее спасение. Конечно, это был обман, и Елена не теряла контроля над ситуацией ни на минуту. Едва мнимый спаситель попадал в неприятности, журналистка без особых усилий его спасала. Таким образом, она прочно привязала к себе незадачливого паренька, наивно полагающего, что именно он защитник и спаситель. Хитрая Елена и ее коварные заманушки на четвертом месте нашей пятерки. Как покорить сердце сербского эмигранта Нико Белича, который в своей жизни такого насмотрелся, что даже стриптизерши не смогли свести его с ума. Находчивая девушка Мишель из GTA 4 предлагает такой способ. Сначала знакомится через подругу его родственника, потом обменивается мобильными телефонами. Потом звонит и ненавязчиво предлагает показать город. На первом свидании не надо препятствовать мужской воле, надо ехать туда, куда хочет он. Никто же не виноват, что лунопарк закрыт. Значит, тащим его в боулинг и обыгрываем. Пусть у него проснется дух соперничества. Вот теперь он почти ваш. Осталось затащить его в бар, напоить, заставить отвезти к себе домой и там уже делать всякие глупости. Все, теперь он точно ваш. Вот такой хитрый способ привлечения мужского внимания. Он на третьем месте нашей пятерки. Что сделает приличная принцесса, завидев одинокого красавца-мужчину, который в отчаянии громко выкрикивает женские имена? Ну, конечно, она запрыгнет на него сверху, повалит. Потом позволит спасти себя от хулиганов и завяжет дружбу. Ну, а чтобы красавчик не пошел на сторону, настоящая принцесса познакомит его со своим папочкой. Потом попросит помочь ей в одном щекотливом деле. Именно так и поступила девушка Эрика с принцем Персией из одноименной игры. Она всегда поддерживала своего суженного в трудной ситуации, не забывая при этом отбивать от него соперниц и соперников. А в один прекрасный момент села ему на шею, а он даже не пискнул, потому что вот она, королевская кровь на втором месте. Ну, и на первом месте нашей пятерки самый изощренный и самый красивый способ завоевать мужчину. Ржеволосая красавица Мэрил из игры Metal Gear Solid 4 командовала аж тремя крепкими мужиками. Вообще нет, двумя. Слабак и неудачник Асиба, страдающий диареей, не в счет. Казалось бы, бери двух оставшихся, охмуряй их, благо хлопцы дюжи, но Мэрил пошла по сложному пути. Она воспитала из Асиба настоящего мужика, которому не стыдно носить мужское имя Джонни, ходить небритым, стрелять плохих парней и целовать красивых женщин. И вот когда Джонни с прострелянной ногой пришел спасать свою покровительницу от верной гибели и под вражескими пулями предложил ей руку и сердце, она отказалась. Но лишь за тем, чтобы самой сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Конечно, они потом сыграли свадьбу и жили долго и счастливо, чего, собственно, и вам желаем. На сегодня все. Поздравляю всех девушек, женщин и бабушек с замечательным праздником. Это вам. Смотрите в следующей программе путешествия виртуального почтальона, принцесса в доспехах с драконом и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стендбай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok